В эфире программа «Подмосковные вечера». Я ведущая Кира Залевская, а в кресле гостя в нашей подмосковной дачной беседке народная артистка России Ирина Муравьёва. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, наши уважаемые зрители. Здравствуйте. И первый мой вопрос к Ирине Вадимовне. С чем пожаловали в Подмосковье на сей раз? Не рыбу ловить, не отдыхать, не в реке купаться, а со спектаклем под названием «Жена интригантка» или «Актеры меж собой». Насколько я знаю, спектакль с большим количеством переодеваний и очень динамичный. Вадевиль. Вот поэтому все переодевания и такая комедия. А в каких городах Подмосковье уже был этот спектакль? Трудный вопрос, трудный вопрос. Я не помню. Ну то есть, вот сценическая площадка так прошла. Нет, мы играем в спектакль этот. Где мы только не были. Где бы вы в Подмосковье хотели бы сыграть и где еще не были? Где пригласят, куда пригласят, где хорошая сцена, хороший театр даже. Там и играем. А почему в вашей антрепризной жизни, скажем так, всего один спектакль? Почему вы и все-таки, вы говорите, мы были во многих городах и все-таки редко мы вас видим. Почему? А вы меня, вы же не видите в театре никогда. Вы же меня всегда видели на экране. Ну, в малом театре, в театре Моссовета, почему же нет? Ну, тогда, если вы ходите в Моссовет, то я там все время. Это уже Москва. Я все время там играю. Да, это мы уже говорим о Подмосковье. И не вижу вас, это означает, что вы меня не видите на телевидении. Действительно, я вот эксклюзивное интервью, я на телевидении не хожу в Москве. Не любите? Ни на какие-то передачи, ни на интервью. Почему? Я задаю себе вопрос, зачем? Если мне очень хочется, нет, мне не хочется. Отвечать на вопросы, пообщаться, нет, не хочется. Мне это нужно, для чего? Какая-то цель у меня есть. Там, я давно, меня не видели, мне нужно срочно показаться, чтобы я где-то там снималась. Тоже мне не нужно. Поэтому со всех сторон как бы не надо. Вот говорят, Ирина Вадимовна человек нетусовочный. Хорошее слово. Особенно, когда там приставка не. Да. Вот это хорошее. То есть это вообще принцип, да? То есть это не приставка, а частица. Хорошо. Хорошо. Это принцип жизни или это какая-то установка такая? Вот еще раз, зачем? У меня никакого желания вот так с полузнакомыми людьми веселиться нет. Бывают случаи, когда мне надо прийти. Или мне хочется кому-то прийти. Какие-то мои очень близкие знакомые, какой-то юбилей или что-то. Вот я с удовольствием туда прихожу. А так на открытие маленького, значит, магазинчика отдела в ГУМе, ну что я запрету? Что я там буду делать? Ну я, в общем-то, говорила, конечно, не об отделах в ГУМе, а о каких-то таких вот даже больших, крупных мероприятиях. А это и есть тоже тусовка. Отдел в ГУМе или как-то бутик называется, или открытие какого-то магазина, или открытие еще чего-то. Это и есть тусовка. А все остальное не тусовка. Остальное там юбилейный вечер, на который ты приходишь поздравить своего товарища или что-то еще. Или кто-то твой товарищ, что-то такое. Поставил какой-то спектакль, ты к нему приходишь на спектакль. Но это все опять личные отношения. Хорошо. Тогда, если можно приоткрыть маленький секрет, где можно увидеть народную артистку России Ирину Муравьеву, если не в малом театре, если не в кино, да? То есть, ну там, где и положено быть, да? Ну в каких-то вне профессиональных рамках. Больше нигде. То есть вы не ходите в магазин, вы... Меня муж освободил. То есть ваши мужчины вас берегут? Да. Я в магазин не хожу. Редко. Я сейчас сказала, ваши мужчины, безусловно, я имела в виду мужа и двух сыновей. Я поняла. Да, я так широко. А я вас сразу поняла. Я так широко развела руками на эту тему. Ну, раз уж мы заговорили о семье, вот есть какое-то такое бытовое мнение, общепотребительное, по крайней мере, наверняка вы о нем слышали, что вот жизнь актрисы как бы существенно облегчается. Вот в профессиональном плане, если она выходит замуж за режиссера. Насколько это так в вашем случае? И так ли оно вообще? Это... Смотря что... Может, профессионально. Под этим. Мы с ним работали, наверное, пять лет вместе в Центральном детском театре. Я там проработала семь, вместе с ним или пять, или четыре года. Потом я ушла в театр мимо совета. Он ушел на киностудию. Я снимала с ним его в фильмах. Я совершенно своя, своя у меня жизнь была. Мы однажды с ним встретились уже через много-много лет в фильме. Это «Женщина в окне». Вот я там снималась. И второй раз я не хотела, он меня уговорил. Добил. Сниматься в сериале «С новым счастьем». Ну вот, вот и все. Больше ничего. И вот этот спектакль, который мы сделали. Но это очень хорошо, потому что мы ездим вдвоем. Потому что одно очень тяжело уезжать куда-то, переезжать всегда. Потому что бывает не то, что мы на один день приехали, а там на три-четыре дня на Украину. Вот мы там объезжаем даже на неделю. В общем, это трудно в одиночестве быть. Ну, а бывает так, что вот режиссер требует одно, а если этот режиссер еще и муж, да, а актриса говорит, а я считаю по-другому. Да нет, такого вообще, вообще такого нет. Это такой, может быть, такой водевильный ход для каких-то сценариев. То есть на кухне отношения не выясняется? Из театральной жизни. Нет, тут не в кухне дело. Здесь не в кухне дело. На кухне все выясняется. И профессии, и все там выясняется, конечно. Нет, просто нет такого, что ты тут вообще топчешь ногами все и кричишь, что я буду только так играть. Это договоренность, это рассуждение такое спокойное, договоренность, выяснение, как лучше, так или не так. Тут никакой войны нет, не может быть и не должно быть между актером и режиссером. Это только совместный труд. А приходилось спрашивать его профессионального режиссерского совета? Вот. К тому вашему вопросу, хорошо ли иметь режиссера мужа, конечно. Он очень много всяких секретов знает, которых я, вернее, знаю, как режиссер, который со стороны всеми артистов смотрит. Он часто мне, особенно вначале подсказывал, указывал мне, что в моем даровании существует такого, чего нет у остальных людей. И это нужно развивать. И это правильно. Тут надо очень так умно подходить к своему дару, который тебе дан. Большой, маленький, там. Это уже не важно какой. И вот к этому дару, значит, ты подходишь с стороны, что ты можешь в данном случае, как ты можешь сыграть, какая я, что, какое во мне качество очень короче, какое амплуа я должна развивать. Это вот каждый артист всегда, в общем, начинающий, продолжающий, должен задумываться над этим. И потом уже пахать в этом, на этом поле. Вот если мы сейчас заговорили о даре, то есть ваш талант, ваш дар, как, вот с вашей точки зрения, это приобретённое, это выработанное или это от Бога? Это Господь Бог даёт дар, как каждому человеку. Он какой-нибудь дар даёт. И главное вот его найти. И начать приумножать то, что тебе дано. Насколько я знаю, вы достаточно регулярно ходите в храм. Как это произошло? Ну вот есть у меня такие агентурные данные. Откуда вы такое знаете? Я не права? Права. Ну просто откуда? Знаю. Это моя работа, Ирина Владимировна. Наша работа. То есть вы везде, да? А я только в театре и дома. Всё понятно. Ну так всё-таки, насколько длительным был этот путь к храму? И насколько он сейчас, насколько сейчас эта дорога стабильна? Ну как, я с детства верила в Бога. Я знала, что мама мне говорила, это делать нельзя. Господь всё видит. Он накажет тебя. И вообще вот надо так, так и так жить. Как только я вышла из-за маминого зоркого глаза после десятого класса, начались всяческие неприятности. Потому что мама уже не видела и уже очень хотела сделать то, что не разрешено, например, сделать. Ну а, наверное, эта закваска как бы осталась. Ну и Господь мне как-то так указал мне вовремя, что мне надо всё-таки думать о нём и служить ему. И что принесла, привнесла, вернее, в вашу жизнь вера? Смысл жизни. Потому что смысл жизни не в том, что я сейчас буду артисткой, я буду украшаться, я буду где-то сниматься, я буду какую-то вести такую актёрскую свою линию, то есть тусовочную это и есть. Я буду рассказывать о себе то или всё, или пятое-десятое. А я буду жить, как все люди, как все люди должны жить. Ходить в церковь, молиться, думать о Боге, читать жития, читать святых отцов. И плюс вот существует такая работа. Правда, считается, что эта работа такая греховная, но меня пока благословил мой духовный отец, благословил меня пока ещё работать. Ну вот да, я как раз хотела спросить, ведь актёрская работа, она сама по себе как бы вот как-то с церковью не очень как-то вот... Нет, тут не в этом дело. И дело не в том, что... Ну, раньше артисты, скоморохи, их не хоронили даже на территории кладбища. Это было такое не искусство, а такое дураковаляние, которое вообще не присуще христианину, действительно. Теперешний театр, он совсем другой всё-таки. Его задача сделать умы, сердца людей, зрителей чище через вот хорошую литературу. А сейчас я работаю в Малом театре, там идёт только Островский, Чехов, классика вся. Опять приятно и спокойно, что никого не совратишь с истинного пути, никому не скажешь грязного слова, никакой пошлости из твоих уст не выскользнет. Поэтому, в общем, людей, я думаю, что мы не развращаем. Но, да, я люблю предсказуемых людей. То есть каких-то надёжных таких, я знаю, что... Вот, чтобы... Если я это скажу, будет такая реакция. Он это не приемлет. Если это... Это хорошо будет для него и так далее. То есть я люблю предсказуемых людей. В этом их сила. Это очень сильные люди. Достойные, с моралью, с силой воли. Мне нравятся такие. То есть есть ли у вас эта предсказуемость? Ну, это я не знаю, даже не хочу думать об этом. Хорошо, по-другому задам вопрос. Это как бы итог. Предсказуемость, уже итог. Ну, всегда ли вы предсказуемы для своего сценического партнёра? Ну, это другая вещь, понимаете? Сцена и жизнь, это разные вещи. Но сейчас, если начать говорить про сцену... Нет, я... Я люблю... Вот я люблю... Есть несколько очень хороших партнёров у меня в театре. И мне нравится иногда так сказать, что он... Хотя мы не выходим из рамок ничего, но есть такие повороты, есть какие-то интонации, есть какие-то вдруг приспособления другие, которые нас, значит, вдохновляют друг с другом. Ну, это партнёрство такое. Хорошее партнёрство бывает. Вы играете в малом театре настолько разноплановые роли. Вот, казалось бы, Гурмышская и та же Аркадина, та же Раневская. Вот я не знаю. Мне кажется, я не знаю такой актрисы, которая бы совмещала в себе возможность играть такие разноплановые образы. Наверное, не единственный человек, которому это так удаётся. Или я ошибаюсь? Что должно быть такое в человеке, чтобы играть такие разноплановые роли? Что вы в себе воспитывали? Хорошая пьеса. Тоже быть, хороший режиссёр. Тоже быть, осмысление того, что ты играешь. Ну, пьеса Чехова, пьеса Островского, понятно. Но это такие полярные вещи, такие полярные образы. И их играет одна актриса. Ну, не очень уж они такие полярные. Не знаю. То, что они полярные, это я первый раз так даже и слышу. Никакие не полярные. Всё так. Хорошо. Тогда что в них общего? Немножко разное. Немножко разное. Не знаю. И, честно говоря, я не хочу об этом думать. Есть знания, которые очень вредят артистам. Не всем. Вот я знаю, что это знание мне будет вредить. Вообще, мне лучше многого не знать. Вам удавалось когда-нибудь или было желание переносить актёрские навыки в жизнь? Пользоваться ими в жизни? Было дело. Когда я просила квартиру. Помогло? У жены Чернянка. Жена Хазанова Злата. Долго меня уговорила, что мне надо пойти. Я должна была скоро родить. В таком положении была. Она говорит, ты что? В таком? Ты подойдёшь к ней? Я говорю, нет, я не могу. Я стесняюсь, я стесняюсь. Она говорит, ты подойдёшь и скажешь. Поймите меня, как женщина-женщина. И начни говорить. Я ходила, долго ходила. Вдруг я поняла, что я могу сейчас. А нужно было очень. Протолкнуть это вот. Мы уже стояли в очереди. Подтолкнуть это дело, потому что вот уже второй ребёнок сейчас будет. И я к ней подошла и сделала так. О, боже, какой взрыв на макаронной фабрике. Приложила руки. Поймите меня, как... И я поняла, что я играю какую-то роль. То есть, как к чили. Да, как она мне сказала, я приложила руки. Поймите меня, как женщина-женщина. Попросила её. Она мне сделала. А на улице бывает такое, когда вот подходят, дёргают за рукав, говорят, Ирина Муравьёва, вон она, вон она, вон она. Да, цыгане мои друзья все. Когда идут цыгане, я боюсь, я сразу бегу. Потому что они говорят, а, на, карнавал, это наш. Они даже не понимают, почему я сейчас с ними так не пляшу и так далее. Это наш человек, это я их, цыгане. И чего хотят? Ничего, просто не радуются со мной, радуются, да. Автограф просят? Или уже даже автограф не просят? Нет, они нет, они нет. Ну я же быстренько в сторону. А были какие-то вот такие жизненные казусы, связанные с узнаваемостью именно? Ну бытовые какие-то вот. Может быть на улице, в магазине, где-то, на гастролях. Однажды я пошла покупать себе дубленку. И там в магазине стали, я вижу, камера ходит и смотрит. И я так за мужа, за мужа, за мужа, за мужа. Я там купила ее, ушла домой. Я говорю, а что это вы такое снимали? Это мы для себя там, для нашего магазина. Это было давно, я не знала, что это такое. И через несколько дней я увидела себя на телевидении, что я все время в рекламе учу, как бы кусок реклам, приходить там, какой-то магазин дубленочный, не показывает, что я, не говорят, что я, я не говорю слов. Но я в кадре, что я там... Я была очень расстроена, но и даже никому никаких претензий предъявить нельзя, потому что я не в рекламе, я просто попалась как бы на глазок. Ладно, я расстроилась, думаю, ну ладно, бог с ним. Еду я в машине, какие-то дети прыгают, цветочки продают на светофоре. И вот она девочка стучит, настучит. Тетенька, тетенька, тетенька. Ну ладно, а что девочка? Вы Гурченко, вы Гурченко. Я говорю, нет, я не Гурченко, закрываю. Она говорит, тетенька, тетенька, это вы дубленки проверяли? А вот интересно, какие эмоции вообще испытывает актриса, когда смотрит фильм, вот снимался 20 лет назад, там 15 лет назад. И вот вы сидите дома, включаете телевизор. Как молоды мы были, как молоды мы были. Не возникает мысль, что-то поправить? Вот я бы сейчас сделала не так, и вообще все это неправильно. Нет? Или наоборот, все так здорово, надо же я так умела. Нет, это поначалу, поначалу это жутко нервно. Там я вообще не могла смотреть на себя. А потом со временем как-то. Иногда я вижу, думаю, плохо я тут играю, конечно, и тут не важно. А тут нормально еще. Ну так какая-то молодая, уже на меня не похожая, какая-то там прыгает. Я ей прощаю. А был в вашей биографии, насколько я помню, спектакль такой, 2001 год. Да. Вот. Там дети, по-моему, в космос летали, да, так вот, в ЦДТ он был. Вот. Ну, правда, персонаж ваш был мужского пола, насколько я помню. Федя Дружинин. Дружинин, да, Федя Дружинин. Вы видели этот спектакль? Ой, вы знаете, я вообще достаточно часто попадала в ЦДТ. Да? Мама меня водила, водила. Вот. Ну, вообще, мне все это нравилось. И я помню, смотрела спектакль «Самбрера», тоже с удовольствием. «Самбрера», «Шурутыченкин». Вот. Так мне нравилось. Вот. Но я почему вспомнила про спектакль 2001 год, ну, сам 2001 год был недавно, да. Ну, я, конечно, не буду задавать традиционный вопрос, думали ли вы вот тогда, что 2001 год. Ну, это что-то очень так далеко, это даже вообще, может быть, и кто-то полетел бы. Ну, может быть, да. Но я немножко не об этом. Вот вы на том этапе своей жизни и своего творческого пути могли ли предположить, что вот сейчас, там, в 2001, 2002, уже почти в 2003 году будет такая популярность? Вы будете народной артисткой? Нет. То есть могли предположить, что вас будут узнавать на улице, что я буду великой, я буду... Вот такой, как я сейчас. А... Нет, я не думала. А что хотелось тогда? Что тогда предполагалось? Какой стать, какой быть? Вы знаете, что, мне хотелось играть роли большие. Какие большие? Оказывается, это те, что я сейчас играю. Ну, вишневый сад, ну, это вообще какая-то недоступная вещь. Тут надо такой быть, чтобы играть. А это, это тоже, там, вот, лес, ну, это вообще-то классический репертуар. Да нет, мне бы хоть что-то, вот, какие-то маленькие роли у меня были бы. Ну, я думаю, что это такая правильная была такая установка, такая счастливая какая-то установка, которая мне пришла, что надо по маленьким шажочкам идти в жизни, по маленьким-маленьким. Вот, один шажочек сделал, сделал, принес тебе удачу. Нет, ну, неудачу, но все равно ты сделал этот шаг. Даже когда шаг назад оступился, и то он тебе поможет, может быть, дальше немножко побыстрее пройти. Но вот эти вот взлеты, бум-бум, через пять ступенек вперед, нахватываешь, получилось что-то, обязательно скатишься вниз. То есть надо весь какой-то путь, какого-то восхождения вот этого вот до народной артистки, как бы пройти маленькими-маленькими шажочками, идти, идти, надо было все время трудиться, все время идти. Вот это я знала. Но я не знала, что я так дойду до народной артистки. А сейчас я поняла, ну и что? А еще мне кажется, вот эти слова у нас очень мои, как народная артистка, но это то, что невозможно, невероятно. Когда я поступала в театральный институт, все родители как-то так, все родители, на меня мои родители как-то смотрели так, ну, тактично, но я понимала в глазах их иронию. Только одна тетя, которой сейчас 92 года, она говорила, иди, Ирочка, иди, иди, будешь артисткой. И я ей сказала, тетя Тамара, когда я буду народной артисткой, сказала я в девятом классе, я вам подарю автомобиль. Как это шикарно выглядело все. Какая замечательная. Я ее обманула. А? Ну, я ее вожу теперь. В больницу, по поликлиникам, обеды. А вот вы сейчас сказали вожу, да, а вот ездите ли вы, я так понимаю, машины есть? Да. А вы сами водите? А кто ж? А муж? Он своим ходом. А заезжаете ли вы в Подмосковье? Я, у меня такой, в таком интересном контексте вопрос, да, заезжаете ли вы, скажем так, на подмосковную дачу, если своя таковая имеется, или чужие дачи? У меня нет дачи, но я всю жизнь прожила в Быково, на даче. В Быково. А вы вообще любите дачу, дачную беседку, вечер, чай? Очень. Замала. А вы вообще домашний человек? По-моему, да. А кто занимается хозяйством в доме? Как вы думаете? Ну, у меня варианта два. Как вы думаете, посмотрите, как вы думаете. Ну, скажем так, ответ на этот вопрос я знаю. Я, 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 я. А почему... Ну, сейчас вот у меня есть помощница. Почему не пригласить помощницу? Вот сейчас у меня есть помощница. Все-таки это случилось, я так понимаю, долго к этому пришло. Это случилось, да, да. Мне всегда кажется, да подумаешь, ну, как так можно вообще? Ну, я так быстренько все это сделаю. А теперь я, ну, какое-то счастье, какое-то облегчение. И как это, и здоровью легче, и настроению легче. То есть появилось, ну, хотя бы чуть-чуть побольше свободного времени. Конечно. И чем оно занимается? Появилась посудомоечная машина, хорошая стиральная машина. Это колоссальные вещи. Хороший пылесос и живой человек. Понятно. То есть практически как в рекламе, да, у нас все по нотам, потому что, ну, у тебя появилась хорошая техника, да, еще к этой технике человек. Ну, так чем же заполняются образовавшиеся временные пустоты? Ну, как, я готовлю. Все-таки? Конечно, а как же? Она мне убирает квартиру. Готовлю, прибираюсь за неделю-то. Собака с котом у меня. Читаю. Езжу к маме, к папе, к тете. А есть какие-то вот такие особые места, скажем так, в Москве? Ведь Москва – это ваш родной город. Вы коренная москвичка, которые вам особенно дороги, в которых вы любите бывать. Ну, там, где я жила всю жизнь. Это Большая Пироговская улица, Новодевичий монастырь, где-то озеро около Новодевичьего монастыря. Я еще помню, как там были шатры и забор, и жили там цыгане, кочевники, кочевали. Вот человек, в любом случае, когда перед ним народный артист, когда лицо узнаваемое, любимое лицо, и по театру, и по киноработам, всегда, ну, даже уже профессиональные достаточно люди все равно как-то подсознательно ищут сходства между вот самой актрисой, самим человеком, этими образами, которые они видели и на экране, и в театре. Вот есть ли какой-то образ, который ближе всего стоит, скажем так, к самой Ирине Муравьевой, к человеку, к актрисе, реальному человеку? Понимаете, в игре так нельзя сказать, потому что любую роль играешь из своего материала. Так как я умею смеяться, так я смеюсь в этой роли, как я там хожу, так я и буду ходить и так далее. Но есть еще и текст, есть содержание, есть судьба героини, которой играешь. Так какой вы мне вопрос задаете? На кого я должна похожа быть? По роли? Нет, я не говорю должна. Я говорю, есть ли какая-то роль, какой-то образ, с которым вы наибольшее для себя сходство находите? С самой собой? Да, наверное, нет. Я не такой интересный человек, как эти персонажи, в которых я играю. Ну вот на такой пессимистичной ноте нам приходится заканчивать программу. На искренней. На искренней правдивой ноте. И все-таки в заключении нашей программы, которая уже, к сожалению, подходит к концу, я хочу предоставить слово нашей гости. Наверняка вы найдете сейчас, что пожелать наших, и прежде всего, конечно, вашим зрителям, жителям нашего любимого Подмосковья. Я желаю всем поменьше смотреть телевизор. Чтобы поменьше услышать глупостей, которые говорят даже те люди, которые хотят умно выглядеть сейчас. обратиться к книгам. Потому что телевизор, он делает ленивым ум, а книга все-таки делает гибким, подвижным и умным человека. Особенно маленьких детей. Желаю, чтобы скорее наступило лето, но не такое жаркое, как были все эти годы, а теплое. Чтобы стоял самовар на столе, чтобы стоял чай, был хлеб, сухарики. И все довольствовались тем малым таким счастьем, которое так много вокруг. И не желали того, чего нельзя достичь. И тогда жизнь становится такая счастливая, приятная, когда человек довольствуется тем, что у него есть. И отсюда, может быть, это начало движения какого-то вперед и начало всех побед человеческих. Ну как? Здорово? Замечательно. Если бы у нас сейчас был в рюмках не чай, я бы сказала, ну, за победы человеческие. Мы с вами прощаемся, наши уважаемые зрители. Надеемся на наши следующие встречи с вами. В кресле гостя в нашей дачной беседке сегодня была народная артистка России Ирина Муравьева, а я ведущая Кира Залевская. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин